Всем привет! Я доктор Евгений. Сегодня расскажу основные моменты при выполнении упражнений приседания. То есть мы не используем какое-либо отягощение, работа происходит только с собственным весом. Основное, что нужно начать, это позиция столб. То есть ноги должны находиться на таком расстоянии друг от друга, на такой ширине, из которой вам будет удобно выпрыгнуть. То есть представьте, что вам нужно перепрыгнуть какое-то препятствие, и вы подбираете ноги именно так, чтобы вам было удобно выпрыгнуть. Это будет ваша идеальная балансировка для приседа. После этого носки нужно развернуть легко, буквально на 5-10 градусов наружу. То есть не вовнутрь, не параллельно, легко наружу. Вот и все. Теперь нужно выставить основные, так называемые, чекпоинты. Чекпоинты – это точки опоры. Нужно центрировать все суставы для выполнения качественно этого упражнения. Это стопы. Первое – стопы. То есть стопы нужно полностью в пол поставить, чтобы каждый из пальцев прижимался к полу. То есть во время приседания пальцы отрываться не должны. Вот. Следующий чекпоинт – это колени. Колени во время приседаний не должны уходить далеко вперед. Это первое. Колени во время приседа должны выставиться таким образом, линия бедра вместе с коленом, таким образом, чтобы линия падала четко на второй палец. То есть если вы во время приседания понаблюдаете за своим бедром, то есть линия бедра, она не должна уходить слишком вовнутрь, либо слишком наружу. То есть подгадаете позицию колена так, чтобы когда вы приседали, линия бедра и вот середина коленной чашечки вставали четко ровно на второй палец. Следующий чекпоинт, третий – это тазобедренный сустав. Как раз таки бедро, тазобедренный сустав и колено выставляются вместе. Одним движением. То есть мы просто играем коленями наружу и вовнутрь до средней позиции, до того, как линия бедра вышла на второй палец. Далее. Поясница. Поясницу выставляем следующим образом. Мы таз должны прогнуть и подкрутить вперед. И выбрать из этих движений, из пиков максимального подкручивания, то есть разгибания таза, изгибания таза в среднюю позицию. То есть не сильно вперед, не сильно назад, а посередине. И остаться здесь. Следующий чекпоинт – это грудной отдел. То есть грудь мы должны максимально раскрыть и максимально округлить. И также выбрать здесь среднюю позицию. И седьмой чекпоинт окончательный – это шея. Давайте посчитаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой чекпоинт – это ребра. То есть мы во время того, когда подвернули поясницу, должны ребра опустить. То есть они не должны торчать. То есть живот должен быть постоянно в легком напряжении. То есть это и шестой чекпоинт. И седьмой чекпоинт – это шея. Шею как мы корректируем? Выставляем ее максимум вперед и максимум назад. И выбираем из этих двух позиций среднюю. Давайте повторим еще раз. Стопы, колени бедра, поясница, ребра, грудной отдел и шея. И в этом положении полуробота нужно выполнять приседания. Техника приседания следующая. Мы первым движением таз толкаем назад. То есть вот это движение. То есть таз как бы толкаем назад. И после этого начинаем сгибать ноги в коленях. Руки произвольно. Они могут быть спереди, они могут быть таким образом. Они могут быть над головой. То есть где вам удобно. Можете на груди скрестить. Главное соблюдайте точки чекпоинтов. Поставили. И вот так вот выглядит это упражнение. А теперь покажу тот же самый присед в прямой проекции. Выставляем чекпоинты. А теперь разберем основные ошибки, которые можно сделать во время этого упражнения. Приседания. Первое. Это перенос веса на носки во время фазы опускания. То есть когда мы начинаем опускаться, вес переносится на носки. Линия проекции колен уходит сильно вперед. Правильно делать это полностью стопа остается на полу. То есть не отрывается пятка, не отрывается носок. Вот. Следующее это когда носки отрываются во время приседаний. Таким образом. Носочки тянут себя, чтобы не упасть назад. То есть распределите свой вес так. В этом вам помогут чекпоинты, чтобы полностью стопа была прижата к полу. Следующая ошибка, которую часто можно допустить, которую допускают многие, кто выполняет это упражнение. Это сильное сведение колен или сильное разведение колен. Это таким образом выглядит. Так вот девочки обычно приседают. А сильное разведение колен выглядит так. То есть не нужно чрезмерно колени разводить и сводить. Запомните правило, еще раз повторюсь, что линия бедра и середина надколенника, коленной чашечки, должны спускаться четко на второй палец. Ноги. Еще одна частая ошибка и неправильное выполнение техники приседания – это shift. Смещение веса тела, центра тяжести, либо на правую ногу, либо на левую ногу. Это выглядит таким образом. Либо так. Чтобы научиться балансировать, останьтесь в полуприседе и попереносите вес на правую, либо на левую ногу. И поймайте момент, когда обе стопы и обе ноги равномерно напряжены. Еще одна распространенная ошибка – это расслабление мышц живота. Если мышцы живота расслабить и ребра не собрать, поясница во время приседания будет играть. И это упражнение будет травмоопасно по отношению к спине, именно к поясничному отделу. То есть, если я сейчас живот расслаблю, не буду его собирать в кучу, понаблюдайте, как будет вести себя поясница. То есть, она делает такой клевок или кивок. А теперь как выглядит то же приседание с напряженными мышцами живота. Возможно, клевок остается небольшой, но поясница уже более стабильна в таком выполнении, когда ребра собраны и живот напряжен. Пользуйтесь. 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 Пользуйтесь.